Как будто бы я побывала в школьной столовой. Как я давно не ела северных ягод. Уху! Как можно путать чернику и голубику? Вау! Ого! Всем привет! Сегодня наступил ещё один день. Вторник на календаре. Мы едем вновь сегодня в Ленобласть. Это деревня Хэтнежа. Чтобы посмотреть на природную достопримечательность, это Дивонский обрыв, а также на какую-то там древнюю церковь, которая находится в этом посёлке. Это место находится на юге Ленинградской области. И сейчас мы, получается, выезжаем из Питера и движемся на юг. Сегодня погода пасмурная. Изначально вообще обещали солнце целый день. Но в Питере вот так вот неожиданно может меняться погода. Но надеюсь, что когда мы приедем, может быть, там будет хотя бы солнышко. В какой-то момент мы съехали с трассы, с дороги. И смотрите, по какой местности мы едем сейчас. И эта дорога до Хэтнежи. Осталось нам ехать 23 километра. Что-то мне подсказывается, что прямо до деревни будет вот такая вот дорога. Вокруг лес. То есть машина проезжает какая-нибудь навстречу, и пылюка сразу. Ну что ж, вот мы добрались до деревни Хэтнежи. Она совсем маленькая. Находится она рядом с речкой. И первое, что мы пойдем сейчас смотреть, это будет старая разрушенная церковь Пресвятой Богородицы. Ну или можно сказать, что это Покровская церковь. И обратите внимание сразу, что песок здесь совсем непривычного цвета. Почему? Дальше увидите. Потому что вот этот самый Дивонский обрыв, он будет из красного песчаника. А пока пойдем изучать, исследовать вот эту вот церковь. Конечно, она впечатляет. А впечатляет она своей разрушенностью и неухоженностью. О, здание почты. Очень тоже выглядит соответствующе. Деревянная. Так, бежит собака. Надеюсь, она нас... В России очень много таких церквей заброшенных, которые не реставрируются. Там что-то есть на первом этаже. Ну что-то есть. Стоит букет. Смотри, ну видишь, все-таки, возможно, начинают или начинали реставрацию. Ну да, точно. Я думаю, будут что-то делать. Ну, скорее всего, там просто стоят иконы. Маленькая комнатушечка. О. Ну да, иконы есть. Ого. Вот знаешь, ощущение такое, что начали что-то делать и бросили вот просто. Интересно, конечно. И купол такой вот с окошками. Ну да, все-таки, видишь, вот эту вот часть, ее восстанавливают. Там все перегородили, вход закрыт, поставлены окна новые. Церковь была построена в конце 19 века в псевдо-византийском стиле. Вот такая она с других сторон. Я думаю, да, что, скорее всего, вот когда-то там колокола вот висели и звонили. Колокольня, да. Ну, интересный такой архитектурный стиль. Еще благодаря именно своей заброшенности она так приковывает взгляд. Ну да, здесь же шли боевые действия. Видишь, написано, что летчик Иванов погиб в годы Великой Отечественной войны. Эта деревня во время войны просто полностью вымерла, так скажем, потому что здесь шли боевые действия. Ну, какое-то впечатление. Ну, круто, что. Красивая церковь. Такая очень загадочная. Она очень большая для этих мест, на самом деле. Здесь никого почти нет, по-моему. Не знаю, в поселке не были, но она очень большая. Ну, даже если учитывать на тот момент, когда она строилась, тут явно столько народу не жило, чтобы... Хотя, кто знает. Может, потихоньку разбежались, уехали в город. Ну, после войны тут практически никого не осталось. Что за военные действия были? Это да. Ну, короче, круто. Красиво, загадочно, разрушено. К сожалению, разрушено. Может, когда-нибудь восстановят. Вот, эта улочка, она нас выведет, получается, как раз-таки, к реке, которая называется Лимовжа. Вот. И эти скалы мы увидим там. Прям так спокойно, спокойно здесь. Ну, похоже на все, чистенько. Ага. По дворам. Это калина растет. Калина. Ну, вроде похоже на калину, да. Ну, дома такие, слушай, внушительные. Большие такие. Никакие там скромные маленькие домики. Вот такие прям. Ух. А поначалу, при въезде в поселок, они были какие-то маленькие совсем. Млочушки. О, собака местная. Сейчас спросит, куда идете. Здесь, рядом с рекой, вы просто посмотрите, какие виллы. Такой газон покошенный. Вот это да. Это, казалось бы, богом забытая деревушка. Но здесь живописно. И я думаю, поэтому люди покупают землю и строят себе дачи. Здесь вот сейчас выйдем как раз к берегу реки. Я читала в интернете, что какое-то время туда даже вроде возили, как на катерах или на лодочках. Ну, на катерах вряд ли, учитывая какая река, на лодочках переправляли. Но видишь, здесь очень обрывистые берега. Тут как бы подплывать особо ничего не увидишь. А вот при въезде, ты же помнишь, там был такой же песчаник красный. Ой, какая темная река. Какая она красная. Ты посмотри, мостик есть. Лесенка. Вода просто такого багрового, красного цвета. И там мальки плавают. Их прям видно. Вода холодная. Северная. Лесная. И очень красивые виды, потому что гладь воды спокойная, и все отражается. Весь этот обрыв, все деревья. И вот так вот смотришь, и как зеркало вода в реке. Сквозь траву нам пришлось преодолеть этот путь, чтобы добраться до вот этого вида красивого. Тот самый вид, который вы видите на всех фотографиях, которые опубликованы в интернете. Вот он красный песчаник. И здесь местные жители делают себе вот такие вот подходы, спуски. Возможно, что даже купаются. Но это для тех, кто не боится холода. И еще одно место, которое советуют к посещению в этой деревне, это источник, к которому мы сейчас испускаемся. Он находится перед мостом, сразу как вы заезжаете. Святой источник. Стоит крест. И посмотрим, что он из себя вообще представляет. Слышу, что уже журчит водичка. Очень так все облагорожено здесь. Здесь я очень люблю источники. Это такое атмосферное место всегда. Журчит водичка. Лягуши маленькие. Ой, ледяная. Обычная, вкусная вода. Холодная. Лягуши просто куча здесь качает. Маленькая, коричневая. И на въезде в саму деревню есть обнаженная скала. Смотрите, здесь такой стенд, где написано, что здесь пещера, получается. И она является достопримечательностью нашей деревни. Ну, точнее, не нашей, а их. Не следует забирать песок из этих мест для использования в личном хозяйстве. Ну, и существует угроза обрушения. Ну, очень, конечно, такой интересный, насыщенный цвет. Люди некоторые пишут, потому что он очень хрупкий, этот песчаник. Очень хрупкая порода. Поэтому вот так вот люди здесь пишут. А сейчас ещё падает на него свет, солнце, и он ещё более красного цвета. Очень красиво. Прямо вообще крошатся. Решили ещё дойти до моста через Лимовжу и показать вам, какие виды открываются. Вот такой вот мостик. Прямо по нему проезжаете, и там уже будет слева церковь, а справа отворот на обрыв Дивунский. Видны деревянные домики небольшие около реки. Кстати, вот интересно, насколько сильно может разливаться река в период половодья. Мне кажется, что вполне себе, что она может быть очень полноводной. Потому что вот мост как бы широкий сам по себе. И сейчас с той стороны вам тоже покажу, какой вид открывается. Природа красивая, северная. Чёрные-чёрные воды. Подходишь чуть-чуть ближе к реке, то ты замечаешь, что она бордового, красного такого цвета. Но с высоты кажется, что воды очень чёрные. Но при этом ты подходишь, и ты видишь дно. Вот в чём особенность таких вот речек. Ну что, я очень надеюсь, что вам понравилось, что мы сегодня вам показали в Ленинградской области. Ещё один день, и новые впечатления абсолютно другие. Интересное место. Если вы хотите разнообразить свой досуг, если вчера мы были, получается, гуляли в Сосновом Бару, то здесь немножко другая природа, и здесь совсем другие достопримечательности. В принципе, решать вам в Ленинградской области очень много достопримечательностей, в том числе природного характера. Обязательно каждый человек найдёт себе то, что будет ему по душе. Конечно, посещать Питер со всеми его резиденциями, домами императоров, музеями — это тоже очень интересно. Но если вы хотите именно выбраться на природу, если погодка благоволит, как нам сегодня, солнышко, тепло, то обязательно едьте в область, гуляйте, наслаждайтесь природой. Спасибо. Пока.